Мы продолжаем читать Махабхарату, величайшую эпическую поэму, а поэма должна звучать и звучать в стихах. Поэтому я и обратился к изданию 1973 года. Итак, в прошлый раз мы прочитали сказания о Савитре и возвращаемся к основному сюжету Махабхараты. Продолжается Орания Капарва, книга третья, лесная, главы с 284 по 294. О богатыре Карне. На стороне кауравов сражался великий богатырь Карна. Такое здесь ударение. Считавшийся сыном Возничего. Однажды Кунти открыла ему, что он ее сын, рожденный ею Ацурии, бога солнца, и что он должен помогать пандавам, так как они его братья. Но Карна не захотел покинуть своего покровителя Дуриотхану и только пообещал матери, что в грядущих битвах он пощадит всех пандавов, кроме Арджуны, чтобы люди не подумали, что он, Карна, испугался этого прославленного непобедимого воина. Тайна рождения Карны раскрывается в сказании о чудесных серьгах и панцире. Бог солнца является Карне в облике Брахмана. Двенадцать исполнилось лет, как расстались пандавы с отчизной в изгнании скитались. Вот Индра решил, у Карны он попросит те серьги, которые праведник носит. Как только бог солнца проведал об этом... Тут, друзья, некоторая неясность возникает в тексте, поэтому я посчитал возможным сделать примечание от себя. Индра, царь Девов, отец Арджуны, поэтому он решил лишить Карну его защитных доспехов и волшебных серег, потому как Карна с ними был непобедим. А он поклялся пощадить в битве всех братьев пандавов, кроме Арджуны. Арджуну он вознамерился убить. Карна – сын бога солнца, Сурии. И вот в этом эпизоде Сурия приходит во сне Карне для того, чтобы предупредить его об опасности. Как только бог солнца проведал об этом, явился к Карне, обладающий светом, а Витязь, чьи серьги и панцирь блестели, могучий в то время лежал на постели. Сверкающий Сурия в заботливом вденье предстал перед сыном в ночном сновидении. Но в облике Брахмана, что красотою, духовною, каждый светился чертою. Войдя, он склонился к его изголовью, чтоб сыну помочь, он промолвил с любовью. О верозащитник и правды основа, возлюбленный сын, ты прими мое слово. Заботясь о детях панду за серьгами, придет к тебе Индра, сверкая глазами. Он знает, что людям ты благо приносишь, всегда отдаешь, ничего ты не просишь. Что Брахмана встретить не можешь отказом, ты все, что имеешь, отдашь ему разом. Как Брахман появится Индра гремящий, чтоб выпросить серьги и панцирь блестящий. Ты должен быть ласков, почтителен с Богом. Однако же под благовидным предлогом другие вручи громовержеству дарения. Но только не серьги, о, полные смирения. Все доводы ты приведи без пристрастия. Дай женщин ему, ожерелья, запястья. Но только не серьги, меня ты состаришь, и сам ты умрешь, если серьги подаришь. Владея серьгами и в панцирь одетый, от вражеских стрел не погибнешь нигде ты. Из Амриты серьги и панцирь возникли. Примечание. Амрита – напиток бессмертия, добытый богами и демонами при пахтании молочного океана. Эта история будет рассказана позже. Из Амриты серьги и панцирь возникли. Храни их, чтоб годы твои не поникли. Карнат. Кто ты мудрый, как Брахман одетый, явивший мне дружбу, дающий советы? А Брахман. Я тот, кто лучами владеет, а благе твоем наивысшим радеет. Карнат. Благо есть уже в том, что с речами благими пришел ты, богатый лучами. Молю я тебя, чьи речения от рада. Меня отвращать от обета не надо. Обет мой таков. Отдаю, что имею. Для брахманов я ничего не жалею. И если, чтоб были довольны пандавы, придет ко мне Индра, как Брахман лукавый. Отдам ему серьги и панцирь отменный. Да слава не меркнет моя во вселенной. Со славою смерть, гибель в битве неравной. Стократно достойнее жизни бесславной. Я серьги и панцирь, сей дар небывалый, отдам сокрушителю в ритры и балы. Примечание. Отдам сокрушителю в ритры и балы. То есть Индре, который победил насылающего засуху демона в ритру. И Асура. Асура это противник богов суров. Демона балу. Я серьги и панцирь, сей дар небывалый, отдам сокрушителю в ритры и балы. Защитнику братьев-пандавов И прав я Мне слава нужна Бог добьется бесславия Со славой достигну я выси небесной Кто славы лишен Поглощается бездной Бесславие в живом убивает живое А слава дает нам рождение второе О славе людской О блистанием высокий Создатель сложил эти древние строки Здесь в мире земном Слава жизни продления А в мире ином Слава к свету стремлением Обет исполняя достойные правы Я серьги и панцирь отдам ради славы А если я в битве погибну кровавой То с жизнью расставшись Останусь со славой Детей, стариков и жрецов ограждая Счажу оробевших сражение всегда я Тем самым я славы достигну по праву Ведь жизнью готов заплатить я за славу Поэтому Индре явлю свою милость Чтоб слава моя в трех мирах утвердилась Асурия Карна мощнорукий и смелый Ни детям, ни женам дурное не делай Прославиться люди хотят во вселенной При этом не жертвуя жизнью бесценной А ты платой жизни за славу ты платишь Однако и славу и жизнь ты утратишь Живое живет для живого на свете И мать, и отец, и супруга, и дети Для жизни нужна властелинам отвага Лишь в жизни, о бык средь людей, наше благо Живые нуждаются в славе с хвалою Что делать со славою, вставшим золою Услышат ли мертвые голос хвалебный Уже ли усопшим гирлянды потребны Я знаю, ты предан мне, муж крепкостанный Поэтому стал я твоею охраной Но если пришел я тебе помогая Причина для этого есть и другая Во мне она скрыта И что не твориты, а тайны бессмертных От смертных сокрыты Поэтому я умолкаю Однако со временем тайну Исторгну из мрака Я вновь говорю, отправляясь в дорогу Серег, не давай громоносному богу Серегами блестаешь ты, воин суровый Как месяц в созвездии вишекхи новый Не мертвому слава нужна, а живому Серег, не давай сопричастному грому Сопричастный грому, это Индра Придет к тебе бог с громовою стрелою Встречай его лестью, почтением, хвалою Дай все, украшая учтивостью речи Но только не серьги, не серьги при встрече Пойми, совладаешь с любыми врагами Пока обладаешь такими серьгами Пусть Индра для Арджуны станет стрелою Не справится Арджуна грозный с тобою Тогда только Арджуну вправ ты повергнешь Когда домогательство Индры отвергнешь Карна, я привержен тебе всеблагому О жарку лучистый, тебе не другому Дороже ты мне, чем сыны и супруга Чем сам я, чем родича, близость и друга А к преданным люди с великой душою Относятся с лаской, с любовью большою Вот истина, к прочим богам равнодушен Тебе лишь я предан, тебе лишь послушен Но снова и снова, склонясь пред тобою К тебе обращаюсь, о светлой, с мольбою Не смерти страшусь, а боюсь я обмана А смерть ради жизни жрецам нежеланна А если сказал ты об Арджуне слово То горе не должен ты знать никакого Ты видишь, как славно мечом я владею Врага без серег победить я сумею Обету позволь же мне следовать строго Отказом не встречу могучего бога Коль серьги, сказал обладающий светом Отдашь, то условия поставишь при этом Вручи мне копье, чтоб враги оробели Копье, что без промаха движется к цели Тогда-то, о тысячи жертв приносящий Я дам тебе серьги и панцирь блестящий Есть в этом условия надежда и разум Копье, что подарено тысячеглазым Примечанием Тысячеглазый эпитет бога Индры Есть в этом условии надежда и разум Копьем, что подарено тысячеглазым Врагов сокрушишь, проявляя геройство Известно копья драгоценное свойство К бойцу не вернется обратно Доколе всех недругов Не уничтожит на поле Сказав, он сокрылся великолучистый А утром пред солнцем с молитвою чистой Склонившись с любовью и верой во взоре Поведал Карна о ночном разговоре И бог, что всегда лучезарен и светел Воистину так, улыбаясь, ответил Узнав, что в словах о копье нет обмана Стал думать Карна о копье постоянно Стал думать о встрече с царем над богами Хотя и пришлось бы расстаться с серьгами Но тайну какую, одетый лазурью, сокрыл от корны озаряющий сурья Да скажет мудрец, этот панцирь откуда Откуда те серьги таящие чудо И что утаил обладающий светом Правдивую повесть расскажем об этом Брахман дарит царевне Кунти заклинание К царю Кунтибходжа явился когда-то Высокого роста, прямой, бородатый С косой заплетенную, брахман суровый Могучий сложением, желто-медовый Готовый на подвиг, исполненный рвенья Со взором, в котором огонь откровения О добрый, сказал сей источник сияния В жилище твоем я прошу подаяния И если и ты, и твои домочадцы Меня не принудят страдать, огорчаться И если тебе это будет угодно То стану я жить у тебя, благородный Когда пожелаю, уйду и приду я Тогда лишь покину тебя, негодуя Когда улечу вас в дурном поведении И ложе мое оскорбят, и сиденья А царь, твой приход, о безгрешный Прекрасен, о жрец, я на большее даже согласен Есть дочь у меня, что горда и стыдлива И благочестива, и трудолюбива Зовут ее Кунти, кратка, добронравна Тебе она будет служить преисправно Почтил он жреца и со словом наказа Направился к дочери огромноглазой О милая, светил душой, как денница Решил в нашем доме святой поселиться Я верю, служить ему будешь любовно Что скажет, исполнишь ты беспрекословно Служением Брахману сердце очисти И что не попросит, отдай бескорыстие Затем, что жрецы, это блеск беспримерный И подвиг безмерный, и неимоверный В Атапе, что славился демонской властью Разгневал своим поведением Агастью Примечание В Атапе, что славился демонской властью Разгневал своим поведением Агастью Демон в Атапе имел обыкновение перевоплощаться в барана И когда кто-нибудь его съедал, выбегал наружу Тот же хитрый прием он попробовал проделать с мудрецом Агастией Но Агастия не дал ему выбежать И переварил его в своем желудке В Атапе, что славился демонской властью Разгневал своим поведением Агастью К жрецам непочтителем был он За это его уничтожил блюститель обета Когда бы ни брахманов мудрых моления Сокрылось бы солнце от нашего зрения От раду святому служа обретаешь Я знаю, ты с детства почтение питаешь К жрецам и родителям, к близким и слугам И к каждому, кто нам приходится другом Все в городе нашем довольны тобою Ты ласково даже с бесправной рабою О, дочь, за тебя мое сердце спокойно Гневливому гостю служить ты достойно Ты, кунти, мне дочерью стала приемной Отец тебя отдал с любовью огромной Она, он сказал мне, сестра Васудевы Померкли пред ней наилучшие девы Ты в доме, рожденная славным и знатным Мне стала сокровищем, сердцу приятным Как лотос из озера в озеро снова В мой дом перешла ты из дома родного Средь девушек низкорожденных Не строго воспитаны в доме, испорченных много А ты унаследовала и величие властителей И послушание девичья Поэтому ты безо всякой гордыни Служи многомудрому брахману ныне А если рассердится дважды рожденный Примечание Дважды рожденный По представлениям индусов Человек, не имеющий знаний, подобен животному Поэтому получение знаний приравнивалось ко второму рождению Дважды рожденными считались представители первых трех сословий Варм Однако обычно этот эпитет применялся по отношению к брахману А если рассердится дважды рожденный Погибнет мой род на костер осужденный Царевна О, индра среди властелинов Служить ему буду гордыню от ринов И счастье, и благо найду, молодая Жрецу угождая, тебя почитая Придет ли он рано, вернется ли поздно Я сделаю так, чтоб не гневался грозно Мне радостно брахманам мудрым служение В подобном служении мое возвышение Мудрец будет мною почтительно встречен И будет уход за жрецом безупречен На пользу тебе и на благо святому С усердием начну хлопотать я по дому О, царь, из-за брахмана смуты не ведай Служение ему завершится победой Виновных пред брахманом ждет наказание Ты вспомни, беда угрожала суканье Был чьява на жрец погружен в созерцание Тогда муравейник, высокое здание Создать вкруг него муравьи попытались Глаза только видными в куче остались Царевна суканье, увидев два ока, в них палкою ткнула Рассержем жестоко Хотел наказать ее дважды рожденный Но отдал отец ее брахману в жены Приемную дочь повелитель восславил И мудрому брахману кунти представил Вот дочь моя, брахман Не надо б назлиться на девушку, если она провинится Великий судьбою на старых и малых Не сердится, если проступок узнал их Давлеет от брахманов мир утешая Большому проступку и кротость большая О лучший из мудрых, явив снисхождение Принять от нее соизволь в угождение Ответил согласием знающий веды И царь, осчастливленный ходом беседы Отвел ему дом, что своей белизною Соперничал с лебедем или с луною И там, где священное пламя хранилось Дал пищу, сиденье и всякую милость Отбросив гордыню и ленность царевна Служила святому прилежно, безгневно Ему, что покорен обету, упорно Как Богу служила обету покорно Я утром приду, говорил он порою А ночью придет, или с вечерней зарею Подвижнику девушка не прикословит И воду, и пищу, и ложа готовит И что он не сделает, лучше и чище Становятся ложи, сиденья, жилища Придет на рассвете, или ночью глубокой От девушки брахман не слышит упрека Нет пищи, подай, говорит он сурово А девушка с кротостью, пища готова И с радостью хочет ему подчиниться Как дочь, как сестра, как его ученица Доволен был брахман ее поведением Ее обхождением, ее угождением Доволен ли жрец, вопрошал каждодневно Отец О, весьма, отвечала царевна Предметом внимательнейшего ухода Был брахман на всем протяжении года Сказал он О, ты, с безупречным сложением Весьма я доволен твоим услужением Увидев добро, мы добра не забудем Дары назови, недоступные людям Чтоб тяжкий твой труд был достойно вывенчан Чтоб стала ты самою славной из женщин Окуньте И ты, и отец мой довольны И в этом дары для меня сердобольны О, жрец, если дара не хочешь, то дать я Хочу тебе чудную силу заклятия Какого захочешь, ты вызовешь Бога Бессмертным приказывать сможешь ты строго И все, что прикажешь, заклятию подвластны Исполнят, пусть даже с тобой не согласны Вторично она отказаться страшилась В проклятие могла обратиться немилость И жрец даровал ей слова заклинания Из древних письмен сокровенного знания Затем он сказал Кунтибходжи Приемный, твоею доволен я дочерью скромной Я жил у тебя, наслаждаясь покоем Прощайте, я вам благодарен обоим Сказав, он исчез, растворяясь в отдалении И царь Кунтибходжи застыл в изумлении Кунти соединяется с Богом Солнцем Шло время, красавицу дума томила Какая в заклятии содержится сила Мне Брахман его одаровал не случайно Настала пора, чтоб открылась мне тайна Так думала думу, и стало ей видно Что месячные наступили И стыдно, ей было невинной и чистой И вновь пошли у нее до замужества крови Взглянула, и солнце увидело прелесть Так ярко лучи поутру разгорелись И было ей дано чудесное зрение И Бога увидела в жарком горении Серегами украшен властитель рассвета А тело в сверкающий панцирь одето Тогда любопытством объята решила Узнать, какова заклинание сила Глаза, уши, губы и ноздри водою Смочила и древнюю речью святою Создателю дня появиться велело И солнце коснулось земного предела И Бог снизошел, покорясь ее власти Слегка улыбаясь В венце и запястье, могучий, высокий Медвяного цвета И все озаряющие стороны света Он с помощью йоги тогда раздвоился На небе взошел и пред Кунти явился Он нежно сказал Ради силы заклятия Твои приказания готов исполнять я Я все для тебя сотворю, о царица Обязан я воле твоей подчиниться Кунти, мое любопытство виною Тому, что тебя позвала Надо мною, ты смилуйся, Бог И на небо вернись ты Уйду, как велишь ты, ответил лучистый Но Бога призвав, ты не вправе без дела Его отсылать О, скажи, что хотела Не высказана, мне известна причина От солнца родить несравненного сына Чтоб мощью отважной сравнялся с богами Чтоб панцирем был наделен и серьгами Поэтому мне ты отдайся невинно И тонкое встание получишь ты сына А если отвергнешь со мною сближение Я все, что живет, обреку на сожжение Навеки тебя прокляну, о царевна И прокляты будут наказаны гневно И брахман тебе даровавший заклятие И царь твой отец, потерявший понятие Я дал тебе чудное зрение Смотри же на сонны богов Что все ближе и ближе Смеясь надо мною в небесном чертоге Сидят возглавляемые Индрою боги И тридцать богов своим зрением чудесным Увидела кунти на своде небесном И юная дева смутилась немного Трепещущая попросила у бога Умчись на своей колеснице далече Как девушке слушать подобные речи Нет, в сговор с тобой не вступлю я опасный Над телом моим лишь родители властны Коль женщина тело отдаст, то и душу погубит О нет, я закон не нарушу По глупости детской, чтоб силу заклятия Проверить, тебя захотела позвать я Подумав, ко мне прояви благосклонность Прости, о лучистой, мою несмышленность Тебя неразумным ребенком считая Я мягок с тобой А была бы другая, ей Сурья сказал Поступил бы иначе Отдайся мне, робкая, в полдень горячий Отказом своим нанесешь ты мне рану Для сонма богов я посмешищем стану О будь же возлюбленной солнца и сына Родишь ты, подобного мне исполина Царевна, храня в целомудрии тело Создателя дня убедить не сумела Подумала, робко потупивши очи О как отказать победителю ночи Погибнут, не зная вины за собою Отец мой и брахман великий судьбою Теперь-то понятна мне сила заклятий Нельзя несмышленому даже детяти Приблизиться к этой сжигающей силе И вот меня за руку крепко схватили Как быть мне? Хотя и страшусь я проклятия Себя самое разве смею отдать я? Царевна, поняв, что она виновата Краснее, стыдом и испугом объята Сказала, о бог, мои речи не лживы И мать, и отец мой пока еще живы И живы все родичи, сестры и братья При них целомудрие вправиль попратья Весь род запятнаю себя отдавая Пойдет родных моих слава дурная Тебе не дана я родителям в жены Но если считаешь на небе рожденный Что мы не нарушим закон, то согласна Исполнить я то, чего жаждешь ты страстно Но девственной все же остаться должна Доминет родителей слава дурная Бог солнца, о ты, чье сложение прекрасно Родным и родителям ты не подвластна Ведь корень девить слышен в слове девица И люди тебе будут, дева, девица Люблю я людей, так могу ли влюбленный С тобою нарушить людские законы Закон для мужчин и для женщин свобода Неволи не терпит людская природа Уродством зовется отсутствие воли Так будь же свободна, без страха и боли Отдайся мне, девственной станешь ты снова И сына родишь ради блага земного Царевна в ответ Если сына добрака рожу от тебя победителя мрака Да будет он мощью, отвагой обильный С серьгами и панцирем велико сильный А Бог будут серьги и панцирь отборный И замреты созданные животворной Она Если дашь осветило вселенной И замреты серьги и панцирь бесценный Величием и силой возвысишь ты сына То слиться готова с тобой воедино Мне, а дети, мать подарила когда-то Те серьги и панцирь, что крепче булата Ответствовал Сурья Заботясь о сыне Их сыну отдам я, о робкая ныне Согласна, сказала она Если слово исполнишь И сына рожу я такого Приблизился к ней, враждовавшись ночами Приблизился к ней, враждовавшись ночами Казалось, проник в ее тело лучами Взволнована жарким блистанием до дрожи Упала она без сознания на ложе Асурья Родишь несравненного сына Обильного мощью И будешь невинна А я ухожу Восходящему Алло Да будет по-твоему, Кунти сказала Утратив сознание С Богом с Лиана Упала, как будто под ветром Лиана Сверкающий Бог Озаривший дороги Вошел в ее тело При помощи йоги С пылающим Богом она сочеталась Но девственной, чистой, при этом осталась Возничий и его жена Находят корзину с ребенком Десятой луны началась половина Когда зачела девнобедрая сына Таилась невинная и молодая Свой плод от родных и от близких скрывая Никто, кроме верной и преданной няни Не знал во дворце О ее состоянии Скрывалась, да сплетни Ее не коснется И вот родила она сына от солнца От Бога рожден Он сравнялся с богами И панцирем он обладал И серьгами Глаза, как у солнца отца Золотые А плечи, как буйвола, плечи литые Царевна научена умною няней Младенца на зорьке прохладной и ранней Рыдая, скорбя, уложила в корзину Да будет удача сопутствовать сыну Лежал он в корзине, обмазанный воском Как в гнездышке, усланном, шелком, нежестким Вот, бросив корзину в поток ошванади Стыдясь материнства, с тоской во взгляде Страдая телесно, страдая душевно Напутствуя сына, сказала царевна Сынок, о твоем дозаботятся благи Насельники неба и суши и влаги Да много увидишь ты дней светозарных В пути да не встретишь дурных и коварных В воде пусть тебя охраняет воруна А в воздухе ветер, смеющийся юно Дитя мне пославший подобное чуду Отец пусть тебя охраняет повсюду Да будут с тобою дружны все дороги Все ветры, все стороны света, все боги Да будет тебе от бессмертных участия В разлуках и встречах, в несчастье и в счастье Одетого в панцирь, тоскуя о сыне Найду я тебя и на дальней чужбине Бог солнца, твой славный отец, быстроокий Увидит тебя и в шумящем потоке Сыночек, пред женщиной благоговею Что матерью станет приемной твоею Да будут на благо тебе, как в сосуде Хранить молоко и ее круглые груди Какой же чудесной вкусит благодати Кто матерью станет такого детяти Что солнцу подобно источнику света С глазами, как лотос медвяного цвета С огромными, словно планетой, глазами С прекрасными вьющимися волосами С лицом мудреца, благородным и гордым С серьгами чудесными, с панцирем твердым Сынок мой, да будет судьба благодатна Родных, замечающих, как ты невнятно И мило слова произносишь впервые На ножки становишься мне дорогие И тянешь ручонки к веселым обновам Измазанный пылью и соком плодовым Как сладко, сыночек, любовному взору Увидеть тебя в твою юную пору Когда ты предстанешь, отвагой пылая Как лев молодой, чей приют Гималайи Познала царевна печаль и кручину Шумящий поток, опуская корзину И сердцем, стесненным тоскою стенаний Домой воротилась несчастная сняни А эта корзина, жилище детяти Сначала попала в реку Чарманвати Оттуда в Емуну, где блещет долина Оттуда по Ганге пустилась корзина Где берег бежал то полого, то круто И к Чампе приблизилась К племени Сута Чудесные серьги и панцирь отборный Изамриты созданные животворной В живых сохраняли младенца в корзине На глади спокойной и в бурной стремнине Теперь к Атхидратхе направится слово Возничий друг Дритараштры Слепого Стоял он тогда над водою речною С прелестной своей, но бездетной женою Мечтала о мальчике Радха, но тщетно Шли годы, она оставалась бездетна Глядит с амулетами, ручкой резною Корзина уносится быстрой волною И вот любопытная просит Возничий Пускай не упустит нежданной добычи Поймал он корзину, открыл из просонок Ему улыбнулся чудесный ребенок Сиявший, как солнце, над золотом пашен И в панцирь одет, и серьгами украшен Пришли в изумление Возничий с женою Сказал он, дарована радость волною Не видел с тех пор, как живу я на свете Чтоб так излучали сияние дети От Бога рожден нам, бездетным богами Наверное, не спослан сей мальчик с серьгами Вот так получила бездетная сына Прелестного, словно цветка сердцевина Для Радхи по-новому дни засветились Свои у Возничего дети родились Своим молоком мальчугана вскормила И гордо росла его грозная сила Увидев дитя с золотыми глазами С прекрасными вьющимися волосами С серьгами одетого в панцирь бесценный Его мудрецы нарекли Восушеной Обрел он достоинство, мощь и величие Все знали, отец Восушены Возничий Он рос среди ангов, отвагой богатый Примечание Анги – жители государства Анга Которая находилась на правом берегу Ганги Он рос среди ангов, отвагой богатый Царевне о нем сообщал Соглядатой Вот юношей стал он с могуществом бычьим И в Хастинапур был отправлен Возничим Он начал учиться у Брахмана Дроны Сдружился с Дурьотханой, богорожденный Все виды оружия узнал, все четыре Как лучник великий прославился в мире С Дурьотханой сблизился солнечноглавый И стали друзьями его кауравы А отпрыски Кунти, пандавы, врагами И доблестный муж, обладавший серьгами Сын Кунти, что ею был назван Корною На Арджуну двинуться жаждал войною Был этим Юдхишхера обеспокоен Он знал, ненавидящий Арджуну воин Серьгами и панцирем чудным украшен И неуязвимый противнику страшен Карна отсекает от своего тела серьги и панцирь Однажды Карна, стоя в озере чистом Молитвенно руки, сложив пред лучистым Хвалил, словословил источник сияния Шли брахманы к мужу, прося подаяния Он дважды рожденным, исполненным рвения Ни в чем не отказывал в эти мгновения Прося подаяния в жреческом платье Явился и Индра к нему на закате Приветствовал брахмана воин всем сердцем Не зная, что он говорит с громовершицем Сын Радхи спросил, что ты хочешь Запястье, поместье или женщин Цариц сладострастия Абрахман, не надо мне жен и поместьей Мне серьги с тобой рожденные вместе И панцирь отдай, что срастился с тобою Коль щедрым ты правильно прозван молвою Их надо отсечь от могучего тела Лишь этого дара душа захотела Карна, как велит нам обычай наш древний Ты, женщин, возьми и стада, и деревни Возьми ты, что хочешь, о брахман почтенный Но только ни серьги, ни панцирь бесценный Карна становился все жарче, смиренней Но брахман, иных не желая дарений Настойчиво требовал чаще и чаще Хочу только серьги и панцирь блестящий Сын Радхи слегка улыбнулся, воскликнув Со мной они вместе родились Возникнув и замреты Ими владея с рождения Вступаю, не ведая смерти, в сражение Я дам тебе царство с красою нетленной Но только ни серьги, ни панцирь бесценный Вручив тебе серьги и панцирь в придачу Я сразу же неуязвимость утрачу Узнал я тебя, чья убийственна кара О, Индра, не требуй ты этого дара Не мне, а тебе над богами владыке Дарить подобает О, молнии лики Коль серьги отдам тебе с панцирем вместе Мне будет несчастье, тебе же бесчестие Но если и серьги и панцирь бесценный отдам То хочу я, о, Индра, замены А, Индра, как видно источник сияний Тебе, что приду я, поведал заранее Возьми, о, Карна, все, что хочешь ты Кроме стрелы громовой, возникающей в громе Воитель, наученный светом вселенной, промолвил За серьги и панцирь бесценный Отдай мне копье, что, не зная изъятий Пронзает без промаха недруга фрати Владыка громов поразмыслил немного И вот что воитель услышал от бога За серьги и панцирь, с которыми вместе родился Получишь для битвы и мести копье, что врагов поражает сурово И в руки твои возвращается снова Но если погибнет твой враг, самый главный, неистовый, самый всесильный и славный Ко мне, если ты подчинишься условию, копье возвратится окрашено кровью Карна, вот такого и жажда убить я Один мне и нужен для кровопролития Аиндра Врагу нанесешь поражение Тому, кто неистов и страшен в сражении Но он, чья погибель тебе так желанна Всегда охраняем И эта охрана Есть вишну Нараяна, знающий Веды Его называют и вепрем Победы Примечание Его называют и вепрем Победы Вепрь – одно из воплощений аватар бога Вишну Нараяны Вараха – одно из зооморфных воплощений Вишну Всегда охраняем И эта охрана Есть вишну Нараяна, знающий Веды Его называют и вепрем Победы Карна, я и это условие приемлю Но только втоптать бы ревущего в землю Но только пронзить бы копьем знаменитым врага Пусть неистовый станет убитым И серьги, и панцирь отдам ослабелый Прошу я, когда отсеку их от тела Когда нанесу себе тяжкую рану О, Индра, пусть я безобразным не стану О, Индра, во лжи ты не ищешь соблазна Не станет поэтому плоть безобразна О, лучший из лучших, изведавших слова Подобно отцу засияешь ты снова Но помни, что только в сражении трудном Воюют с врагами копьем этим чудным А если ты в легкой метнешь его с шипки Тебя же оно поразит по ошибке Корна, ты поверь мне, о бог громогласный Копьё я метнул только в битве опасной И взял он копьё, что на солнце блестело И начал он резать мечом свое тело Тогда полубоги и боги и бесы Заоблачные раздвигая завесы Увидели, как себя режет великий И вот раздались изумления крики Не чувствуя боли, не ведая раны Светился по-прежнему лик осиянный К летаврами свод огласился высокий Не зринулись ливней цветочных потоки В честь мужа, что плоть рассекал свою смело Порой улыбаясь, и вскоре от тела Он серьги и панцирь отсёк, ещё влажный И богу вручил их воитель отважный Корну обманул громовержец лукавый Желая, чтоб стали сильнее пандавы Услышав, что Индрой воин ограблен А отпрыски Кунти, узнав, что ослаблен Воитель Карна, чей отец был возничен Лиса огласили ликующим кличем Конец главы Сказание о приключениях пяти братьев и их жены Будем читать в следующий раз Всем большое спасибо Пока Субтитры подогнал «Симон»